Привет, друзья! Я ей, конечно, сказала, что я не против, если она вдруг за ночь что-то съест, но я не думаю, что она это будет есть прямо при мне. Уже одну треть... Ну, короче, примерно половину куска она схамячила. Это кабачок. Часть того кабачка, которого лежит рядом. Одна четвёртая кабачка изначально, скажем так, даже нет. Это одна четвёртая, одной четвёртой кабачка. Получается, одна восьмая кабачка, да? Если я неправильно посчитала, скажи мне в комментах, как будет правильнее. Напечённая на шкурке. Со шкурки я её сняла уже, она отвалилась со шкурки, сама отошла. Ну, короче, я одну четвёртую от кабачка отрезала, располовинила. Одна часть там, в духовке, а другая часть тут. Это четвёртая часть половинки. Четвёртая часть этого кружочка. И половинку я съела, а половинку оставила. Тут специи карри, соль, сливочного масла кусочек поверх положила, вот, на специи как раз. И она унюхала и стала жрать. При этом до этого она эти зёрнышки вообще не ела. Ну, как бы я положила, помню, что она и любит ёрнышки. Она так подошла, лапами подчёркала, сказать, и пожрать не буду. А тут вон это пошла дальше. Почти. Алиска куда-то у меня заныкала пакетик с карамельками. Я такого и не нашла. Она любит пакетики тырить. Шоколадку чуть у меня не утырила. Пока ходила за сопливчиком, думаю, блин, опасно шоколадку заставлять на столе. Когда я приду, она её скинет, прихожу, она жрёт. А, хотя у самой там пельмешки режутся эти, из домашнего изготовления не мной, правда. Кефирчик, ещё что-то бульончик мясной. Ну, хорошо, если она просто эту мякоть сожрёт. Зёрнышки я потом промою, посушу, и можно будет хавать эти зёрнышки. Пока, зритель.